Грудное вскармливание. Казалось бы, естественный процесс, ничего сложного. Так думает практически каждая будущая мама. На деле уже после родов сталкиваются с массой проблем. Трещины и неправильное прикладывание, питательность и потеря молока, боль и диеты. Как справиться и не навредить здоровью мамы и младенца. Грудному вскармливанию нужно готовиться заранее, примерно за две недели до родов. Врачи советуют принимать контрастный душ. Обязательно начинать проводить массажи груди с каким-то лосьоном, либо детским кремом увлажняющим. При этом грудь надо массировать не садистки, а нежно, мягко, чтобы не повредить. Грудь к этому времени становится набухшей, чувствительной. Она увеличивается, как правило, на несколько размеров. И при этом необходимо массировать так, чтобы вытянуть сосочек. Это поможет в будущем ребенку лучше обхватывать сосок при кормлении и предотвратить трещины. Один из старых способов – после душа мягко растирать грудь вафельным полотенцем. В последние дни беременности начинает формироваться молозиво. Это желтая жидкость. Вырабатывается в первые три-четыре дня после родов. Она богата питательными веществами, витаминами, железом, которые необходимы малышу. Когда женщина рожает, как правило, в родзале, либо это в послеродовой палате, если это было кесарево, малыша прикладывают к грудь, к груди мамы. И тут срабатывает вот этот рефлекс кожа кожи мамы и малыша и начинает активно вырабатываться молозиво. Затем у женщины уже начинает устанавливаться лактация нормальная. Это начинается выработка молока, которая формируется где-то к шестому, к седьмому дню. К этому времени, то есть у женщины уже должно появиться молоко. В грудном молоке содержатся не только питательные компоненты, но и биоактивные. Ферменты, факторы роста и гормоны, а еще вода, белки, жиры, углеводы, витамины, макро- и микроэлементы. К 21 дню после рода, в этой третьей неделе, у нее уже полностью устанавливается, формируется окончательно, скажем так, зрелое молоко. Оно богато полезными всеми витаминами питательными, микроэлементами. И здесь устанавливается необходимое количество молока, которое нужно малышу. То есть сколько малыш будет съедать, столько молока и будет вырабатываться. Организм кормящей мамы нуждается в дополнительных калориях. Питаться нужно правильно, чтобы обеспечить ребенку необходимые вещества. Меню должно быть разнообразным, богатым мясом, рыбой, различными кашами, фруктами, овощами, зерновыми и молочными продуктами. Помните, малыш получает все строительные материалы для организма исключительно из материнского молока.